Ребята, всем привет! Этот выпуск будет посвящен нашему стартапу. Если вы еще не знаете, либо уже знаете, вы сейчас узнаете еще больше. Мы запустили новый проект. Я хочу произвести, сконструировать, точнее сначала сконструировать, потом произвести, а потом продать электросноу-самокат. Это такая штука, как электросамокат, но на гусенице. Сейчас у нас активная фаза, мы живем этим проектом, постоянно созваниваемся, разговариваем, обсуждаем, меняемся картинками. И вы знаете, у меня возникает внутреннее ощущение, что мы подошли к чему-то очень важному и интересному, потому что сейчас мы находимся как раз в той самой стадии, когда стартапщика глаза горят, когда нам хочется об этом постоянно говорить, обсуждать, что-то переделывать. Но вы знаете, для меня в первую очередь это такой жизненный опыт. Я хочу, в принципе, понять, как создаются вот такие вот большие сложные штуковины, потому что, в принципе, я никогда в жизни ничего не создавал. Я такой спекулянт от рождения, всю жизнь что-то перепродавал, иногда оказывал какие-то услуги, но с производством никогда не сталкивался. Наверняка многие из вас тоже в голове носят какие-то идеи, но не понимают, как работает производство. В этом выпуске вы узнаете, как я смог найти человека, который стал моим партнером, на каких условиях мы это делаем. И вообще будет очень много интересного. Поэтому досмотрите этот выпуск обязательно до конца. Подпишитесь на мой инстаграм, потому что я вот тут вот постоянно информирую своих подписчиков о том, как у нас развивается проект. Еще я хочу, чтобы вы поняли для себя одно. Если у вас есть в голове идея, вы уверены, что она сработает, прийти до конца, не останавливайтесь. Потому что самое главное в жизни каждого предпринимателя – это идея. Если вы ставите под сомнение свою идею, она ничто. Либо вы. Я хочу, чтобы вы были свидетелями и видели, как в России запускаются стартапы. Основное наше направление – это производство автомобильных компонентов. Ну разве катка может быть без ремонта? У меня бутерброды есть с собой с сыром. Пиндосовский? Две недели был готов вот этот первый опытный образец. Заряда хватает примерно на полтора-два часа езды. Мне уж самому не терпится быстрее попробовать на ней покататься. А ты кто такой будешь? Чаек в горах – самая то, что нам. Тема. В этом году мы запускаем стартап. Это производство и продажа вот таких вот электросновых самокатов. Сейчас это, конечно, первая опытная модель. Такой образец, из которого мы в конечном счете сделаем классный продукт. Я хочу, чтобы вы были свидетелями и видели, как в России запускаются стартапы, как можно делать бизнес, какие сложности возникают по пути, что можно применить, что не работает. Вообще сейчас у вас будет уникальная возможность. Вы от самого зарождения, можно сказать, ребенка сможете увидеть и понять, какие широкие возможности у бизнеса в России, но в том числе и какие есть сложности. Поэтому, друзья мои, я хочу, чтобы вы наблюдали за мной. Обязательно напишите свое мнение, как вам этот проект. Я хочу, чтобы тысячи людей на следующий год гоняли вот на таких вот электросновых самокатах. В этой серии я хочу вам рассказать, как ко мне пришла идея по изготовлению вот такой вот штуки. И вообще, с чего все начиналось. Короче говоря, я такой любитель электросамокатов. И летом, осенью периодически гоняю здесь вот у себя по офису, где-то по торговой площадке. Мне кажется, очень удобная, вполне практичная штука. Поставил в розетку, зарядил и поехал. Когда началась зима, я подумал, что надо купить электроснову самокат, потому что уже на колесах не вариант. Залез в интернет, начал смотреть и ничего не нашел. Есть на двигателях внутреннего сгорания, но это все совершенно не то. Как только мы касаемся вот этих вот свечей зажигания, подачи бензина, каких-то вот процессов, связанных именно с двигателями внутреннего сгорания, там все становится сразу очень сложно. Ну, потому что все маленькое, миниатюрное, ненадежное. Каких-то серьезных таких вот технических решений нет. Потому что как только двигатель внутреннего сгорания начинает уменьшать, вот он пропорционально уменьшает свою надежность. А вот с такой штукой застрять в лесу где-нибудь, либо в поле, мне бы не хотелось. И вообще я подумал то, что сейчас мир меняется, причем меняется очень быстро, и вот эта вот вся электротема, она в топчике. Странно то, что до сих пор никто ничего подобного в России не делал. А потом я подумал, а почему бы мне не заняться изготовлением вот таких вот электросновых самокатов? Ведь мы же предприниматели. Тем более, если таких продуктов сегодня нету на рынке, вполне свободная ниша, голубой океан, как очень многие любят думать или говорить. Я подумал, что не надо думать, надо делать. Я позвонил своему другу Дамиру. Меня зовут Фатихов Дамир. Я являюсь собственником производственной компании Технокам. Основное наше направление – это производство автомобильных компонентов для грузовой техники. Также мы производим части для квадроциклов, мотовездеходов под брендом «Панцирбокс». И поделился с ним идеей. До Миру идея зашла. Он прям вообще начал расспрашивать, а что, как, чему. И как-то вот так вот у нас слово за слово, и пошло, пошло, пошло. Я чувствую, мы взлетаем. Блин, ну как вот мне, мне надо туда, туда никак не вариант, сюда тем более не вариант. Не знаю, вообще уже ничего не хочу, дома хочу. Я чувствую, что я не хочу. а кстати солнце весеннее уже греет прям по такое прям ощущение что сейчас можно загорать разве катка может быть без ремонта вообще такое по-моему такого вообще ни разу не было все мозги включились у человека посмотри на меня вот так делать не надо подойди положи на левую сторону и спокойно спускайся по левой пологой стороне склона понял понял там нормально я я знаешь что вижу я вижу что когда ты вторая встаешь у тебя мозги отключаются полностью так никакой ощущаешь просто бесконечно будешь ехать у меня бутерброды с собой с сыром пиндосовский как ты любишь нет я пиндосовский ладно где наш не пропадала у нас тут нарисовалась приятная неожиданность прям вообще приятная решили мы тут взять в аренду вертолет еврокоптер в иркутске оказывается есть тут все эти вертики работают на подъемы фрирайдеров мы так вот заехали замоку я ждем вот сюда прилетит покатаемся взяли вертушку на три часа по деньгам всего ничего 240 штук ну ладно как говорится одни раз живет сейчас вот сюда прилетит эта хрень идет идет вертуха мопед у тебя огонь честно говоря очень да туда пойду что он не знает Субтитры делал DimaTorzok Самого главного хулигана здесь? Магем? За старшего? А ты кто такой будешь? Чаек в горах. Самое то, что надо. Тема. Ваше здоровье. Две недели назад ко мне позвонил Руслан и предложил интересную идею. Это производство снегоката. Мне идея сразу понравилась. Я ее буквально нарисовал в голове за 2-3 дня. Короче говоря, через две недели был готов вот этот первый опытный образец. Сейчас это, конечно, не конечный продукт. То есть здесь очень много еще предстоит, что поменять. Сейчас ищутся всякие решения технические. И наша задача сейчас, в принципе, понять, какой вектор развития выбрать. Я хочу, чтобы это была моноконструкция без каких-либо лыж, чтобы это был исключительно электромотор, чтобы это было все просто, недорого и быстро раскладывалось, и было удобно. На данный момент техника развивает скорость 20-25 км в час. Заряда хватает примерно на 1,5-2 часа езды. На данный момент вес конструкции 35 кг. Но в будущем мы его, думаю, снизим килограмм на 10, так как это опытный образец. Поэтому в течение этого года вы увидите несколько серий, как мы производим вот эту штуку, как мы что-то меняем в ней. И вы будете свидетелями, как вообще проект начинался, как он развивался и чем он закончится. Мы будем держать вас в курсе. Следите за нашим проектом. Обязательно комментируйте, задавайте вопросы. Нам важно ваше мнение. Подкидывайте идеи, не стесняйтесь. И, возможно, вы сможете увидеть свою идею, реализованную на этой технике. Дамир, а ты как думаешь насчет тормозов? Тормоза-то будут у него, нет? Да мне кажется, тормоза ему не нужны, потому что в снегу он сам останавливается. И если даже ты идешь накатом, то убираешь газ, техника останавливается. Ну, это надо испытывать, конечно. И мне уж самому не терпится быстрее попробовать на ней покататься. Что, когда поедем? Доходит завтра. Слушай, у меня вопрос по поводу газа. А есть ли пробовать курковый газ? Курковый газ? Да, вот это вот. Вот это вот. Один принцип, да, работы? Вот это вот второй принцип работы. Как ты считаешь? Надо смотреть, надо пробовать. Ну, то есть... Пока не попробуешь, не поймешь. Да, я просто, знаешь, о чем подумал? Я подумал о том, что вот если эта вот штука, не дай бог, заклинит и останется в этом положении, может быть проблема. Попробуем, сделаем. Сколько стоит аккумулятор? Аккумулятор стоит 22 тысячи рублей. Блин, до хрена. Здесь, в России. До хрена. Двигло сколько стоит? Двигатель стоит порядком 13 тысяч. Но это я тебе называю цены в России. Ну, это понятно. А контроллер сколько стоит? Контроллер 2,5 тысячи рублей. В России, в Китае он будет стоить ровно в два раза дешевле. Короче говоря, вот сейчас у нас получается себестоимость, если взять только, скажем так, стоимость всех узлов и деталей, которые мы купили на внешнем рынке, ну, получается в районе 60 тысяч. Это пока только себестоимость. Но наша задача, на самом деле, все это сделать так, чтобы уже для вас в рознице это стоило 30. Ну, это ты погорячился. Цена на выходе уже для потребителя должна примерно, я думаю, что будет в районе 40 тысяч рублей. Ну, 40, ладно. Короче, я так понимаю, надо ехать в Китай. Надо искать поставщиков. Если вы знаете кого-то из ребят, кто работает с Китаем, у кого есть какие-то контакты с предприятиями, где производят электромоторы, аккумуляторы, напишите, пожалуйста, мне в Директ, в Инстаграме. Вот мой Инстаграм. Ладно, на этом мы не прощаемся. Будем вас дальше знакомить с нашим проектом. Это такой венчур. Не факт, конечно, что он взлетит, и мы сможем продавать тысячи. Но цель поставлена. Надо делать, надо двигаться к ней. По идее, никто, кроме нас, не сможет нас же обломать. Поэтому я думаю, что на протяжении этого года вы будете наблюдать сериал про ребят, которые вообще пытаются запустить и оживить вот эту штуку. В этой серии я намеренно вам не показываю, как он едет. Я на нем ездил, он едет. Причем у меня есть даже мнение, как он едет. И, опять же, не буду сейчас делиться всем этим, потому что в одной из ближайших серий мы с вами поедем вместе на полигон, проведем тест-драйв, погоняем, ну и посмотрим, что эта штука может. Так, ну а теперь вишенка на торте для тех ребят, кто вел себя хорошо и досмотрел этот выпуск до конца. У нас сегодня на розыгрыше призы от Булата. Болта. Если вы посмотрели этот влог, то знаете, что он поставил в качестве приза фирменную Худи Болт и какой-то тур выходного дня. Ну, не какой-то экстрим-тур выходного дня. У нас, в принципе, ничего не поменялось и в этот раз. Мы сейчас идем к Аиде. Она рандомно определит двух человек, которые станут самыми удачливыми в этом выпуске. Мы начинаем? Аида у нас накрасила губки стандартно. Да, всех подписчиков Руслана Маглядиновича с Новым Годом. Молодец, вот какая она, молодец. Ну и что, разыграем два приза? Разыграем. Давай. Копируем ссылку с последнего влога Болта. Вставляем ее в Лиза Онэйр. 26 235 просмотров и 304 комментария. Нажимаем кнопку. Сейчас мы ставим Худи, правильно? Давайте. Так, у нас победитель Алексей Александрович. Эх, сейчас бы в горы. Ну все, Алексей Александрович, едешь в горы в Худи Болата? Нажимаем. Теперь узнаем, кто поедет на шару, прокатиться в выходные, в тур выходного дня. У нас есть еще один победитель, его имя, я так понимаю, Камиль, аббревиатура С. Камиль, мы тебя поздравляем. Если ты действительно любишь горы, любишь путешествовать, то ты сегодня оказался самым счастливчиком, фартовым. Ты едешь с болтом в тур выходного дня. Так, ребята, мы разыграли все призы, и я прощаюсь с вами до следующего вторника. Не пропустите, будет интересный выпуск про парню, которому 26 лет, он построил очень крутой бизнес по продаже и изготовлению кальян.